Интересные факты о теле человека. Посмотрим. Ученые давно уже изучают тело человека как живого существа и о нем известно довольно много достоверных интересных фактов. Однако некоторые из них очень необычны и даже неправдоподобны. Хотя наука и утверждает, что это правда, а не верить лучшим умам человечества причин нет никаких. Факты о человеческом теле. Поехали! Наш мозг использует всего 20 процентов кислорода, который поступает в кровеносную систему, а вырабатываемой им энергии хватило бы для того, чтобы зажечь 10-ваттную лампочку. Нервные импульсы в теле человека движутся со впечатляющей скоростью в 400 км в час. Так что задержка сигнала есть, но она пренебрежимо мала. Самым крупным органом в человеческом теле являются легкие. Если их разложить на земле, они займут площадь, сопоставимую с площадью теннисного корта. А человеческая кость может выдержать нагрузку в 5 раз большую, чем стальной стержень такой же ширины, но она хрупка и может сломаться при достаточно сильном ударе. Тело человека без мускулатуры было бы совершенно неподвижно. Для совершения одного шага задействуется до 200 мышц. А наши глаза никогда не будут такими зоркими, как у орла. Тем не менее, человеческий глаз настолько чувствителен, что если бы земля была полностью плоской, мы могли бы ясно увидеть мерцание свечи на расстоянии до 48 км от нас. При условии отсутствия проблем со зрением, конечно же, число бактерий в человеческом теле превышает число клеток, из которых само это тело и состоит. А в среднем тело взрослого человека производит около 25 миллионов новых клеток каждую секунду. Они приходят на смену тем клеткам, что так же быстро отмирают. А самые маленькие мышцы человека расположены в ухе. А самыми крупными являются большие ягодичные мышцы, которые приводят в движение ноги. Человеческий волос способен выдержать вес до 100 граммов. Причем мужские волосы в среднем вдвое толще, чем женские. А вы знаете, что желудок способен переваривать практически все, что угодно? Желудочный сок содержит соляную кислоту, способную растворить даже металл. А многие ученые сходятся во мнении, что ногти являются ненужной человеческой составляющей. Существуют теории, что при дальнейших этапах эволюции человек лишится их как ненужной части тела. Еще в природе не существует такого явления, как абсолютно лысый человек. У каждого из нас столько же волос на квадратном сантиметре тела, как и у шимпанзе. Но почти все эти волосы настолько короткие, светлые и тонкие, что их практически невозможно увидеть невооруженным взглядом. Если бы вы растянули 300 миллионов капилляров своих легких от начала до конца, линия бы протянулась приблизительно на 1600 км. Как и глубоководные существа, люди от природы биолюминесцентны. А это значит, что мы светимся в темноте. Тем не менее свет, который излучает тело человека, невероятно слаб. Настолько слаб, что человеческие глаза не могут его различить. А вы знали, что люди производят по-разному структурированные слезы, в зависимости от причины, по которой мы плачем? Такие эмоции, как горе, чувство вины, печаль или счастье, приводят к кардинальному изменению молекулярной структуры слез. Как снежинка, ни одна слеза не похожа на другую на молекулярном уровне. В нашем мозге меньше плоти и ткани, чем жидкости. Он на 80% состоит из воды. Впрочем, большая часть человеческого тела тоже состоит именно из нее. А чихание, например, выполняет практическую функцию. Оно прочищает носовую полость и горло от каких-либо заторов. Сила чихания настолько велика, что превышает скорость в 160 км в час. А во время чиха сердце на мгновение останавливается. А цвет глаз зависит от расположения пигментов в переднем слое радужной оболочки. Карий – самый распространенный цвет глаз в мире. А обоняние зависит от пола. И женщины обычно превосходят мужчин по чувствительности, узнаванию и развлечению запахов. Особо сильное обоняние развито у младенцев. Но оно теряется до 50% за первый год жизни. Среднестатистический человек за свою жизнь проходит около 160 000 км, что равно длине четырех земных экваторов. Процессы старения человеческого тела и его возможного омоложения изучает наука геронтология. А некоторые органы в теле человека растут в течение всей жизни, как, например, нос и уши. А другие, например, уменьшаются, например, надпочечники. Со временем мы, люди, теряем вкусовую чувствительность. К 60-летнему возрасту у нас отмирают около половины вкусовых рецепторов. И последнее. Тело человека претерпевает изменения в процессе взросления. У новорожденных детей около 300 костей. Но затем некоторые из них срастаются. И у взрослых их остается всего 206. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока.